Махараджа, поэтому я позволю себе начать. Я знаю, что здесь есть преданные и есть люди, которые знакомятся с этим знанием. И есть, наверное, просто кого гости позвали. Очень рада всем вас приветствовать. И знаете, в лидической традиции принято начинать благоприятных молитв, которые настраивают определенным образом. Поэтому, с вашего позволения, начну. О, Магьян, Тимиран, Дасья, Гена, Джана, Шала, Крия, Чек, Шумом, Мили, Дам, Яна, Тасмай, Шри, Гурава, Маха. Это молитвы, от которых мы приносим свои поклоны нашим учителям, потому что именно по их милости у нас что-то в жизни меняется, трансформируется. Говорят, когда Господь хочет испытать человека, Он ему посылает противоположный полк. Деньги, власть, славу. Это испытание. Но если Господь хочет помочь человеку, Он ему посылает учителей. И если в вашей жизни есть учителя, значит, мы благословлены наилучшим. И у меня такая смиренная просьба. Вспомните сейчас их и мысленно принесите им поклоны. Потому что, действительно, если что-то и происходит очень ценное в нашей жизни, то это по их милости. И сегодня у нас, конечно, такое очень необычное время. Такое впечатление, что Мать-природа всех нас в угол поставила, чтобы мы как-то поразмыслили вообще, как такая любящая мама задала нам трепку всем. И многие, ну, как знаете, как в углу можно стоять по-разному, правда же? Старшее поколение наверняка стояло в углу. Младшее поколение уже в углу не стояло. Не знаю, что это такое. Но в углу можно по-разному стоять, действительно. Можно бухтеть, можно вообще возмущаться. Можно меньше людей переосмысливать, меньше людей думают, что-то неправ, погорячился, действительно. И так же и мы, наверное, сейчас. Бухтеть, почему нас на карантин закрыли. Кто-то о Третьем мировом правительстве думает, что это все они, нас тут вообще. Кто-то думает, что, ну, действительно, что мы так природой изнасиловали, что теперь микромир нам объявил войну. Это очень удивительно, согласитесь, что мы вооружаемся против, там, я не знаю, против стран, против стран, атомные бомбы изобретаем. Маленький вирус всех загнал по домам вообще. И такое могущество проявил над нами. И у нас сейчас, помимо того, что вот такой вот ужасный идет карантин, еще у нас на севере прошел ужасный ураган, в это же самое время снесло крыши домов, просто, знаете, как это, оголенные квартиры стоят, потому что стены сносят. Вот, ну, Америка знает, что такое ураганы, не понаслышке. Вот, еще помимо этого, вот это, знаете, что Австралия горела, вот совсем недавно весь континент горел, да? Ну, то есть, что-то такое происходит очень неправильное. И единственное, кто делает это в этом мире, это человек. Поэтому нам действительно всем пришло время как-то переосмыслить вообще, что-то происходит вообще. Как-то каждый из нас живет, наверное, если человек думает, вот я-то живу верно, это они годы живут неправильно, это уже неправильное мышление. Потому что если мы живем верно, если мы живем правильно, и если мы полны добродетели, то почему мы не делимся этим, почему мы не расширяем круг своего влияния, и почему мы не передаем этот вкус другим людям, или передаем, но мало, то есть, почему у нас сострадание, что ли, мало, или как? И вот это то, над чем я размышляю эти дни. Знаете, сейчас читаю, каждый день читаю Священное Писание, и сейчас читаю историю давних-давних времен, когда империи, империи которой принадлежала вся земля, были такие времена, и империю правил Махарадж Придху, очень праведный царь, который разгневался на землю, потому что ему начали жаловаться все жители, говорят, что земля дает мало урожая, мы очень стараемся, мы вспахиваем, мы все делаем. И Махарадж разгневался не больше, не меньше на землю. И ведические писания, они говорят, что в этом мире нет ничего неживого, что, вот как, например, если у вас дом, то есть хозяин этого дома. И мы можем, конечно, просто дом наблюдать, и наблюдать, что творится в доме, и нам нравится мебель, и там, может, бассейн даже есть. И вот земля — это тоже дом, и у нее тоже есть хозяйка. И вот мы-то жители земли, там, например, муравьи в вашем доме ползают, и они думают, что это вообще неживое, что такое здесь, какие-то преграды есть. И вот точно так же есть существа гораздо более могущественные, чем мы. И вот мы тоже такие вот маленькие жители этой планеты. Помимо нас есть еще тут миллионы жителей, в том числе коронавирус — это тоже жители планеты. Вот. И есть животные. То есть... И человек — это такой, который возобнил себя хозяином этой земли, и мы тут творим все, что угодно вообще, потому что это все напрямую. Человек шагает, как хозяин, необъятная родина земли. Вот такая вот необъятная родина, мы хозяева, и мы ничего хотим, то и делаем. И вот интересно, что Махараджа Притху, он вызвал хозяйку этой планеты Земля, то есть олицетворенная богинем Хумидель. Она приняла облик коровы и убегала от Махараджа Притху. Но тот ее догнал и сказал, как ты смеешь? Он собрался, и он очень грозно с ней начал разговаривать. И она потом сказала, я действительно не даю урожай, потому что у меня очень много семян внутри меня, очень много всего, и я готова дать. Но люди используют это неправильно. Дело в том, что я преданная Господу, и я хочу, чтобы все, что бы я не давала, было предложено Ему. Но люди, они просто этим пользуются для своего наслаждения. И я подумала, боже мой, это в те времена не было такого. Сейчас мы выкачиваем все вообще бездумно, совершенно ГМО закачиваем в землю, всякие пестициды закачиваем в землю. Что мы только не делаем вообще, пластика, столько всего. Мы не просто не предлагаем то, что она нам дает Богу, мы просто ее уродуем. И, конечно же, ответ идет, знаете, это как дети решили изнасиловать мать. Вот такое вот ощущение. И, несомненно, мать, она задаст трепку такому ребенку. Вот это вот такие вот мои размышления на этот счет. Но в это время очень важно изучать Священные Писания. И меня очень успокаивает стих Бхагавадгиты, который говорит, «Счастье, несчастье, приходит, как зима и лето». И, ну, то есть они сменяют друг друга. И они приходят от того, что, ну, то есть это ощущение счастья, ощущение несчастья. И вообще человеку нужно просто научиться терпеливо переносить это и на самом деле менять себя к лучшему. И дальше говорится о том, что зло никогда не одолеет того, кто творит добро. И вот, похоже, нам пришло время научиться творить добро. И вот я сейчас кое-что сказала, но мне хотелось бы услышать вас вообще, как это вам откликается, не откликается, какие чувства вас это вызывает. Там, не знаю, протест, безразличие и интерес. То есть, потому что я не могу с телефоном общаться. Мне интересно, что чувствуете вы, которые пришли на эту встречу. И я, конечно же, буду отвечать на ваши вопросы, и на ваши какие-то откликации тоже. Но сейчас хотелось бы услышать вас. Так, еще реально, пожалуйста, как-то руководить процессом, хорошо? Дорогие, кто бы хотел сказать? Можно включить камеру, микрофон и сказать. Мари, Кришна, я бы хотела сказать, спросить вас. Здравствуйте, Ольга Маловна. Очень рада вас видеть. Это Анандини. Я, вот, конечно же, с вами согласна, и я вижу, что многие люди так же думают, они понимают, что, ну, по крайней мере, в нашем окружении, не только преданные, но просто люди. Они видят, что, да, Земля должна восстановиться сейчас, как-то хоть немножко отдохнуть от людей, потому что мы много чего творим здесь. Но у меня возникает вопрос, что мы можем еще сделать, вот просто в данный момент сейчас, чтобы это состояние, оно не утратилось после того, как, ну, например, карантин закончится. Потому что ведь люди выйдут, и у них вот эти все желания эксплуатировать, выкачивать что-то из земли, ходить по ней, там, не знаю, пластик выкидывать. Все это, оно сейчас копится, там, и все говорят, вот, сейчас с карантина выйдем, погуляем. То есть такое настроение тоже витает у людей, что мы сидим и дыхаем, а вот сейчас выйдем и с новой силой будем во все тяжкие, как и было, только еще будет больше удовольствия. Вот как бы, что делать? О чем говорить? Да, очень согласна, очень согласна с вами. Особенно это, знаете, как щенка, которого держат, держат на привязи, потом отпускают, и он как понесся, да, то есть у него, ну, просто безудержное желание. И поэтому сейчас, как никогда, людям нужно общение, нужно разговаривать с ними, и причем не просто, знаете, как какую-то идею проповедовать, вот, как вам не стыдно, ай-яй-яй и так далее. То есть, ну, это мало действует, и мало того, сейчас люди раздражены, и как, ну, не очень в комфортном состоянии, поэтому нужно находить способы сначала, знаете, как ребенка успокоить, да, и поговорить с ним о его бедах. У каждого человека есть свои какие-то, ну, нерешенные задачи, болевые точки. И вот наша задача — откликнуться на эту болевую точку, а потом дать еще что-то. И вот мы сейчас запустили такую акцию «Близкие люди ближе». И просто даем свои телефоны, мы просто говорим, что мы готовы с вами общаться, мы рассказываем, какая у нас квалификация, то есть кто-то может говорить о воспитании детей, кто-то может говорить, просто выслушать человека, кто-то может, у кого-то есть квалификация, помочь в чем-то, даже пишут юристы, педагоги, подсоединяются к нам простые люди, которые могут, пишут, я могу с вашим ребенком пообщаться, пока вы будете готовить, а я буду ему сказку читать. Ну, и когда люди вот откликаются друг на друга, кто-то английский может преподавать, кто-то еще что-то. И потом люди, у которых есть знания, они вот таким образом дарят себя, и потом естественным образом у человека появляется желание еще послушать, просто потому что ему помогли. Поэтому вот это тот способ, который мы нашли, помимо всего прочего, конечно, мы появляемся там в Инстаграме или еще где-то, записываем какие-то обращения. Я вот, когда читаю лекцию, каждый день читаю лекцию Махарач, и вот такие вот отрывки, он сейчас очень такие, просто какие-то очень яркие лекции читает, какие-то слова у него такие пронзительные. И я вот просто беру и нарезаю их, и чувствую, так, вот этому нужно вот это отправить, вот этому вот это. И вот поэтому, знаете, как почтальон такой бежит и знает, вот это письмо вот этому человеку, вот это вот этому. Поэтому я думаю, что нам нужно стать почтальонами и какие-то вкусные посылки приносить, и вот хорошие письма разносить. И вот почтальоны, раньше были вот такие почтальоны, помню, почтальон приходит, и я его спрашиваю, что-то есть? И он с таким состраданием говорит, сегодня нет, ну тебе пишут, не переживай, тебе пишут. То есть вот такой почтальон очень личностный, ну не просто такая какая-то безликая рассылка, а вот очень личностный почтальон, вот предлагаю стать таким почтальоном. Может, кто-то из вас вдохновится и тоже к нашей акции близки или ближе, тем более, что на английском тоже такое вышло. И я думаю, что вот, ну вот это такой вот мы нашли способ. Наверняка у вас есть какие-то еще идеи. Вот. Ну я не знаю, ответила ли я на наш вопрос. Спасибо большое. Спасибо большое. Еще кто-то? Да, у нас уже 76 человек в чате, и если у кого-то есть вопросы или просто хочет поделиться своими впечатлениями. Ну да, или просто поделиться с собой чуть-чуть, просто откликнуться, чтобы у меня тоже ожил чат. В чате можно тоже написать, из каких вы городов, потому что я многих здесь тоже не знаю. Но присоединились. Харе Кришна, Маликамала. Харе Кришна. Хотел, пока вопросов еще таких особо не идут, хотел просто спросить у вас. Вот вы сейчас живете в Гулашине и рядом с духовным учителем. Да, я так понял? Да, да, да. Вот. Мне бы хотелось узнать, вот вы так много времени проводите сейчас близко довольно с духовным учителем, какие у вас ощущения реализации, что вы нового узнали как бы, и вообще, что вы чувствуете сейчас, вот находясь так близко к духовному учителю? Спасибо, Йогананда, дорогой. Очень рада тебя видеть. Здесь разные процессы идут, как в жизни тоже. Конечно, чувство очень огромное, ответственность. Она, наверное, возросла, не знаю, во сколько раз. Чувствую, особенно, вот вы знаете, ведь уже очень много учеников, а я тут вот так близко, и, понятное дело, что, ну, что-то я такое должна передавать, да, вот эти ценные бандероли и больше должно стать. Конечно, тут, как, тоже есть, и, как это, болезнь космонавтов у всех, это не с духовным учителем, но когда в одном пространстве с людьми и, как бы, бывает и такое, что разные чувства, я не могу сказать, что я тут в какой-то такой, знаете, вообще в неге такой, просто в таком, это, анардханеврите, то есть очищение сердца идет тоже, знаете, таким очень ускоренным образом. Вот, но недавно я была свидетелем встречи с учителями, и много учителей встретилось сразу, такой, как в Казахстане говорят, курултай такой учителей, когда собрались, и они в скайпе, и они разговаривали, и кто-то из них ученый, кто-то из них ученый-физик, кто-то из них ученый-историк, кто-то специалист в области взаимоотношений, то есть, и они размышляли об этом, об этом времени, которое сейчас есть, и очень интересная вещь, которая мне очень откликнулась, и которую я вот собираюсь с нашими студентами обсуждать. Один из ученых, он сказал, что сейчас очень интересное время, потому что все есть система. И если смотреть за системой, то каждая из систем живет определенной жизнью, и в определенный момент любая система входит в открытое состояние, ее называют еще инфлюкацией, и в этот момент даже интересно, что вот торнадо даже идет, это тоже определенная система виситов, и вы наверняка слышали выражение, когда взмах крыла бабочки может изменить ход. И вот это очень интересно, что оказывается, именно сейчас мы вошли вот в такую систему, потому что по-старому она не работает, нового еще ничего не образовалось, и эта система открытая. И вот сейчас именно вот такое вот очень какое-то такое цельное, важное послание может повернуть людей в совершенно другой рост. Сейчас еще человечество находится вот в таком непонятно, как жить дальше. И сейчас, если мы будем говорить что-то такое важное, понятное, ценное, причем говорится о том, что наше послание сейчас, кто будет решать это все, в основном это будет решать мама с ребенком. Потому что все послание, которое было до этого, и вся цивилизация, шер-шерафан, вы наверняка слышали, такое, да, и было на удовлетворение с женщинами. Ну, то есть разные фактически, ну, кто были покупательницами, кто были заказчиками, да, что вообще происходило в этом мире, да, это в основном вот такая эмансипированная женщина, которая на угоду которой мужчины все это творили, да, и женщин, они все больше и больше уделяли внимание красоте, не знаю, татуаж бровей, там, не знаю, какие-то, ну, 80 сортов макарон, и одежды, это, не знаю, какие-то мегамаркеты, какие-то, ну, просто уже сумасшедшие, да, и уязвленные были женщины, одинокие с детьми, потому что мужья, так как женщин красивых становилось больше и больше и больше, и свобода как бы становилась, доступность становилась все больше и больше, то мужья меняли женщин, и очень много осталось женщин одиноких с детьми, то есть вот эта вот ответственность очень сильно снизилась, и несомненно то, что в уязвленном положении оказались именно женщины с детьми, хотя, конечно, они тоже выходили замуж, но Но встречались с огромными трудностями, потому что не так-то и просто с ребенком, когда у него то один папа, то другой папа. Ну, то есть вот такая вот безответственность огромная, огромная. И сейчас решения будут принимать именно женщины с детьми, которым нужно очень важно правильное послание. То есть есть пять уровней развития сознания. И первый уровень, самый низкий, это называется аномайя. И этот уровень, уровень, когда люди потребляют все. Потребляют еду, потребляют друг друга, потребляют ресурсы природы, потребляют. И нам сейчас очень важно перейти на второй уровень, уровень праны. Это уровень здоровья, здоровых отношений, здорового образа жизни, здоровое самосохранение. То есть от потребления нам нужно перейти к самосохранению. Это самосохранение в плане в отношении с природой. То есть человечество поставлено на грань выживания. И вот этот страх, страх за жизнь, страх смерти, он должен перейти в понимание того, что мы должны правильным образом действовать. То есть это, ну то, что мы уже говорили много-много лет, сейчас время, когда это может быть услышано. И вот наша задача сейчас найти вот такое, это вот учителя, я вам передаю то, о чем говорят учителя, это не я сейчас придумываю, общаюсь с вами. То есть очень важно найти, скоординированно действовать и направлять это послание таким образом, что мы сейчас можем с вами пройти по тонкому льду и выйти совершенно на другой берег, если мы будем правильным образом идти. Это как, знаете, в болоте. Ты очень верные, ну очень правильные шаги должен принимать. И вот сейчас время, когда никто не может один выбраться. Мы из болота один человек, чем больше он будет мултыхаться, тем больше он будет вязан в этом болоте. Поэтому сейчас вот самое время нам сплотиться и очень выверенными шагами действовать, очень выверенно в плане экономики, в плане взаимоотношений, в плане экологии. То есть вот эти все вещи, которые мы сейчас должны, на что мы должны обратить внимание. И мало того, очень важно, чтобы преданный, кстати, вот возвращаясь к той самой истории, когда землю ругал Махарач Притху, на самом деле Шила Пропада потом в комментариях говорит, что в сердце у преданных есть семена тоже посаженные, согласитесь. То есть у нас много знаний уже, много чего мы можем, но нам нужно начать делать что-то. Мы не можем просто теорию какую-то все время говорить, говорить. То есть преданные должны пойти на землю, вспахивать ее, ну то есть какие-то, ну то есть делать какие-то такие свои какие-то поселения, да. То есть, а для этого нужно отношения строить. Это не завтра нам надо все бросить и уйти, конечно же нет, да. Но какая-то часть людей, она должна начинать жить по-новому. Сейчас уже много сделано хорошего, но сейчас время очень таких серьезных, выверенных шагов. Вот это то, что я слышу, о чем говорят здесь, и вот это то, что я хотела бы вам передать. Йогананда ответила Лену. Спасибо большое, очень ценно, очень хорошо выглядите. Спасибо вам. Спасибо большое. Это все поминяется. Марина Замшерифовна, меня зовут Денис, я из Монреаля, это моя супруга Маргарита. У меня такой вопрос. Я слышал, что в Священных Писаниях упоминаются события, которые, в частности, в Шриевом Бхагаватом, события, которые происходили много тысячелетий спустя, как там пришествие Христа. У меня вопрос, не указывается ли там, нет ли там ссылок на то время, которое сейчас происходит? Ведь действительно очень необычное время достаточно. То есть, если посмотреть, оглянуться назад, то сложно найти более похожее, не знаю, потрясение, да, или положение, в котором оказалось практически все человечество. Не было ли намеков на похожее? Спасибо большое. Спасибо вам большое, дорогие. Денис и Маргарита, очень вас рады видеть. Не была еще в вашем замечательном Монреале. Надеюсь, когда-нибудь карантин закончится, и я смогу туда приехать. Вы знаете, это время описано, особенно в 12-й песне Шриевом Бхагава, там очень много дается описание, где описано, что происходит сейчас и что будет дальше, как это будет дальше развиваться. И говорится, там даже вплоть до того, что красота людей, потому что человек, это вообще-то нужно еще стать человеком. Человек, это его качество характера, это то, как он поступает, да, то есть вот наша внутренняя природа, она проявляется в виде поступков. Как внутренняя говорят, вера без дела мертва. И человек, на самом деле, это существо сострадательное. Это, ну, то есть человек, это тот, кто заботится обо всем живом вокруг. Это не потребитель, который вот на себя, на себе сосредоточен. То есть мы людьми родились, но человеком нам предстоит стать. А там говорится, что красота человека, красота женщин будет судиться по волосам. Да, то есть, что будет ужасная экономика, когда правительство будет просто обдирать людей. Ну, то есть, говорится, что это будет янтра-юга, ее еще называют, железный век или век машин. Буквально говорится, что это будет железный век, когда люди будут общаться при помощи железных приспособлений, ездить на железных приспособлениях. И в их груди будет биться железное сердце, которое не будет знать ни сострадания, ни любви. Вот такие вещи. И, конечно же, вы знаете, что это и в христианстве тоже предсказано, что вот такое время придет, когда мор будет, когда и опять голод будет. Мало того, говорится, что дальше люди будут меньше ростом. Они даже будут, перестанут, семьи будут переставать существовать как институт. То есть, люди будут просто совокупляться, как кошки и собаки, и дети будут побочными продуктами секса. Мы, слава богу, еще не до такой степени опустились. То есть, еще есть у нас какие-то сдерживающие факторы. Это будет в конце коллеги. И сейчас не конец коллеги. Но одновременно с этим говорится, что вот именно сейчас предсказано, что будет расцвет, невиданный расцвет земли. И это продлится 10 тысяч лет, дальше пойдет очень сильно на упадок. Но перед этим будет очень тяжелое испытание, потому что люди говорят, ну вот когда будет золотой век? Дело в том, что с этим сознанием, оно должно стать золотым сознанием. И вы знаете, что золото для того, чтобы очистить от всяких примесей, вот что только с ним не делают. И сермон кислоту опускают. И, ну то есть, вообще выковывают металлы для того, чтобы придать форму. И это то, что сейчас происходит. В результате этих катаклизмов сознание человечества поменяется. И в какую сторону, вот тоже вопрос. Потому что сейчас же очень огромный страх. И уже начинаются случаи мародерства. То есть параллельно идет очень нехорошая какая-то энергия. Но вот если мы с вами вот так вот будем подключать людей, подключать людей, сейчас очень много людей пробуждается. Это видно. И становится добрее. Они помогают друг другу. Наверняка вы видели, как врачи сейчас, итальянские врачи, что там происходило с ними. Как один итальянский священник, он до последнего момента, он был больной, но он подходил к каждому, брал за руку и говорил, что Господь тебя любит. Он провожал людей. Ну то есть что-то человеческое в нас пробуждается. И вот если в нас действительно пробудется это человеческое, мы с вами станем свидетелями этого золотого века. Пусть не в самом расцвете. В самом расцвете будут жить наши дети, внуки. Но в конце концов мы с вами опять сюда придем, потому что мало кто из нас идет к Богу. Вот такой разовет сознания, что он прям сразу же в духовный мир идет. Мы опять будем рождаться. Но очень хочется рождаться в чем-то уже в том, что мы заложили эти кирпичи изменения, трансформации. Поэтому не хочу пугать, потому что я когда читаю вообще то, что происходит вообще в этом времени, жить неохота. Хочется сказать, остановите землю, я выйду вообще отсюда, потому что ужас. Но самое ужасное, что мы выйти никуда не сможем, мы опять родимся. Поэтому наша задача только меня трансформировать сознание. И у меня в этом смысле очень оптимистичное настроение. И у меня есть желание сделать что-то. Ну пусть я буду, так сказать, знаете, это как вот кладут фундамент дома, да? И может быть тот, кто кладет фундамент, может он даже и не увидит этого всего дворца. Но фундамент, он самый важный. Поэтому давайте с вами заложим этот фундамент просто своими сердцами. И каждый из нас что-то может сделать. Может быть вот ваш взмах вашей руки и будет тем самым взмахом крыловой бабочки, который будет из меня. Вы сегодня возьмете и что-то сделаете в вашем случае. Так что, да, предсказываю. Спасибо большое. Я хотел просто еще тоже поделиться наблюдениями, что, как мне кажется, сейчас более в лучшем положении оказались люди, которые имеют какое-то свое хозяйство и свой дом. То есть они совершенно в другом карантине, чем люди, которые находятся в коробках, в своих квартирах запятые. То есть они что-то делают на улице, они что-то могут мастерить, что-то сеять. Поэтому это тоже может навести людей на мысль, кому сейчас хорошо, а вот тем, которые вот так делают. Спасибо большое. Да, причем, конечно же, вот не нужно строить каких-то вообще дворцов огромных, которые мы не можем обслужить. Фактически мы становимся заложниками этого дворца. Да, потому что, например, если у нас было много уборщиц или еще кого-то там, а сейчас все по домам сидят, и ты самому, тебе предстоит и убираться, и сад сажать, и так далее. И ты понимаешь, зачем мне это все, зачем я должен вот это все обслуживать. Поэтому сейчас очень важно что-то такое маленькое, действительно, с большим участком, где бы мы могли что-то выращивать, и не просто для себя, и угощать другим. Спасибо большое. Харикришна, дорогая Малька Мала, спасибо большое. Рады вас видеть. Рады вас видеть. И я хотел задать вопрос о проповеди. То есть я понимаю, что для людей, которые, скажем так, не соприкоснулись со знанием, и с одной стороны, а с другой стороны, могут находиться в эпицентрах вот этого неприятной ситуации, они могут находиться в состоянии паники, может быть, ну или, по крайней мере, очень неустойчивом эмоциональном состоянии. И одна из главных вещей, в которых они сейчас могут нуждаться, это то, чтобы их можно было успокоить. Но с другой стороны, просто дать людям чувство комфорта, какой-то эмоциональной поддержки, безусловно, будет, ну, наверное, неполным использованием проповеди. А с другой стороны, в общем-то, совершенно было бы, наверное, неправильным говорить им о том, вот, вы не веровали в Бога, вот вы жили неправильно, и вот вас Бог наказал. И вот теперь, может быть, вы повернетесь к Богу. То есть это будет очень, конечно, очень грубым, таким пропагандистским приемом. То есть, может быть, вы, ну, как-то, может быть, наметите какие-то определенные шаги именно того, каким образом мы можем построить проповедь, да, говорить с людьми, говорить от сердца, с одной стороны, а с другой стороны, все-таки, вот, в общем-то, давать им надежду, давать им какой-то путь. Особенно, я имею в виду тех людей, которые могут находиться, ну, в самом центре вот всего этого происходящего, и люди, которые реально вот находятся в очень тяжелом эмоциональном состоянии. Ну, нам очень важно действовать как врачи, потому что врачи же не, ну, как бы, не глумятся над тем, что человек болеет, там, если вы придете к стоматологу, а он просто будет сверлить ваш зуб и с наслаждением смотреть, как вам больно, это не очень хорошо. Поэтому любой врач, он действует сначала, даже любая мама, если ребенок упал, она дует сначала на коленку, прежде чем зеленку приложить, да. То есть нам очень важно быть вот таким жаропонижающим, таким обезболивающим, вот, и вместе с тем не выгонять в иллюзию человека, вы правы. Поэтому вообще я за то, чтобы, как говорят, лучшая проповедь — это исповедь. То есть когда мы делимся своим каким-то пониманием, своим каким-то мироощущением, здесь очень важен то, он не должен звучать назидательно, менторски и не заискивающе, да, но вот сейчас очень важно работать со своим сердцем. То есть если у нас есть действительно сострадание, то сострадание будет говорить. И когда мы способны почувствовать боль другого человека, войти в его состояние и присоединиться для того, чтобы вывести. Вот, потому что если мы не присоединились, а говорим, ну ты чего там застрял, давай сюда, да, но человек даже не знает, как эти шаги делать. Вот, поэтому обезболивание, присоединение — это как, знаете, внутренний такой посыл, я тебя понимаю, я тебя, ты мне дорог. И вот только и у меня было много всего. То есть вот мы делимся чем-то, и потом, что мне помогло. Ты можешь, конечно, выбирать что-то другое, но вот я тебе хочу поделиться, что мне помогает. И может быть, тебе это тоже поможет. То есть и если человек это почувствует, искреннее сострадание и увидит счастливого человека перед собой, потому что если мы сами такие напряжённые, говорим, знаешь, мне Багавадгита помогла, и человек говорит, Боже мой, это страх Господний, да. То есть если человек не видит действительно умиротворённого, счастливого человека, который, ну, тоже находится в непростых ситуациях, мы сейчас, слава Богу, все находимся в этой ситуации, да, и у нас, например, у нас есть одна студентка, и их сейчас оцепили их дом прям бетонными стенами обнесли, потому что там коронавирус, и оно там же живут, и пожилые люди, и одинокие, и так далее. И вот они пошли с дочкой, с маленькой дочкой, они пошли, потому что нужно было фасовать продукты, разносить на дверные ручки, вешать и так далее. То есть вот кто-то должен стать вот таким, знаете, как санитары на поле боя. Они без оружия, они просто с этой своей сумкой санитарской, да, и они просто ползают под этими пулями и тащат, потому что они понимают, они вытаскивают раненых с поля боя. Поэтому вот наша задача сейчас вот стать такими санитарами. И когда человек видит, что ему, его как-то помогает, он подтаскивает немного, хотя бы чуть-чуть, он начинает доверять. Потому что и сейчас наше время очень сплотиться, перестать религиозно растаскивать людей по каким-то своим, я не знаю, конфессиям. Это вообще, сейчас время вообще не об этом. Это как, знаете, пожары, я говорю, нет, мне не нужны пожары без православной церкви. Это очень странно. Просто с водой кто есть, поливайте, да. И поэтому сейчас наша задача перестать разграничивать там. А вот вы, американцы, такие, а вот вы там, казахи, вообще лентяи, там еще что-то, да. То есть национальные розни убрать, религиозные вообще какие-то различия. Нам нужно сейчас объединение найти. И вот когда, что меня с тобой объединяет, вот это будет помогать. Не надо подчеркивать, а знаешь, а вот у нас в Библии, а у нас в Богородите, вообще это не надо. Вот, например, вы можете даже не говорить, где это, скажите, знаешь, вот говорится в священном писании, зло никогда не одолеет того, которое добро. Знаете, ни один цурманин это не опровергнет, и ни один атеист сегодня, он просто будет, потому что по отношению к нему добро есть. Вот, поэтому наша задача вот стать такими социалами. Спасибо большое, Малька Мал. Очень рада видеть вас. Спасибо большое, дорогая Малька Мала. Очень тоже вот отвлекается то, что вы говорите, что стать примером, потому что недавно Кунти Мададжи, ученица Бахтитирхи Махараджи, тоже рассказывала, они с мужем работают в госпитале, и мы спрашивали, как вам удается, ну, как-то помогать людям, кроме вот такой медицинской помощи. Они говорят, просто прийти, быть спокойной, погладить кого-то по руке. Они говорят, вы не представляете, что это делает. Я все-таки хотела еще такой вопрос спросить в продолжение, вот то, что Анна Андинила, Аналита спрашивала, вот как нам, да, не обусловиться, потому что многие уже начинают привыкать, вот как-то дома уже расписание устаканилось, вот мы ждем, выйдем с карантина, станем нормально. Как вот не привыкнуть, что ли? Говорит, человек ко всему привыкает, ведь к этому привыкнем, обусловимся, ну и будем жить, как жили раньше. Совет в этой области. Дело в том, что мы уже выйдем в другой мир, это факт. То есть, и обусловиться нам не дадут, потому что мать природа за нас взялась серьезно, вот, и мать, когда она уже начинает проявлять строгость, до той поры, пока ребенок, так сказать, не остепенится, она будет его воспитывать. И сейчас воспитательные меры очень серьезные у нас, поэтому она найдет способ. Сейчас будет одно за одним идти. То есть, не думайте, что вот коронавирус вышел, и все такие, ух, отсидели дома, ну и все. Нет, поверьте. Во-первых, экономика будет сейчас вот очень сильной давать сбой, да? Ну, то есть, очень огромное количество компаний разорилось просто-напросто, да? И огромное количество людей осталось без работы, вот у нас, во всяком случае. И сейчас вот будет очень сильная перестройка такая, и поэтому нам не, ну, как бы, хотя, конечно, в аду даже обуславливается человек, что там было. Вот, поэтому обусловленность, она есть, но, знаете, раньше мы говорили, вы знаете, впереди нас ждет, это как Иоанн Богослов говорил, что будет вот болезнь, не будет то, будет все, а сейчас мы, как бы, это уже случилось, да? И люди все равно, какая-то часть людей начнет мыслить, говорится, от двух до пяти процентов, если людей станут здравомыслящими, вся планета оздоровится. То есть не думайте, что сто процентов должно стать таким, нет. Но вот сделать, чтобы стало таких два-пять процентов, если каждый из нас, хотя бы еще несколько человек, присоединит к этому движению близких людей, да, вот движению, Шива Прабхупада назвал это развитие, движение сознания Кришны, то есть, но мы сейчас не, ну, как бы, пусть это будет у христиан, это движение сознания Христа, потому что у Христа тоже сознание Кришны, пусть это будет движение сознания Аллаха, потому что это одна и та же Личность, и у Него прекрасное сознание, да, вот пусть это будет движение оздоровления, да, каждый на свою ступенечку, пусть будет, и вот если мы все, вот хотя бы два-пять процентов, два-пять, будет вот таким, да, на самом деле нас сейчас пока очень мало, но какая-то часть вот сейчас присоединяется, прямо вот на глазах людей, и вот очень хочется, чтобы эта критическая масса набралась, чтобы Земля, она вздохнула, и тогда у нас и молитва станет другой, а вообще молитвой я называю не просто, чтобы мы утром почитали, молитва – это моя жизнь, вот вся жизнь, весь день – это и есть молитва моя, да, то, как я воспитываю детей, как я разговариваю с мужем, как я работаю на работе, как я вообще отношусь к кого-то, вот это вот все моя молитва, вот, поэтому дай Бог, чтобы молящихся вот таким образом стало больше, вот, и поэтому не беспокойся, нас будут еще находить способы приводить в чувства, это как, знаете, человек потерял сознание, ему на шатырь, по щекам, вот это все, сейчас вот это вот это состояние, когда нас приводят в сознание, холодной воды уша, Спасибо большое. Кто-то еще? Анна подключилась. Можно я задам быстренько вопрос? Да, конечно. Спасибо большое за то, что выбираете время и так для американской части населения русскоязычной даете вебинары. У меня такой вопрос, я недавно столкнулась с таким мнением, которое как бы немножко было поддержано в одном из чатов, что, ну, вот такая везде такой, как бы, клич на проповедь, ну, как бы распространяется сейчас, и такое мнение было, что, ну, столько людей, которые в это не верят, отвергают вообще, не то что атеисты, а те, которые еще хуже, вот, которые плохо относятся к верующим, или там плохо, такие очень закоренелые материалисты, которые не внушаются любыми практиками, ну, как бы, любыми вот выражениями, да, так, и так о чем мы за них будем, о чем мы вообще вот будем молиться, там, о чем мы будем, может быть, это как бы земля только начала очищаться, а может быть, как бы, и нужно дать, ну, как бы, побольше им времени, может, до них еще не дошло, о чем мы как бы вот так будем, и я вот сердцем понимаю, что это, ну, это не туда, это как бы не то, вот, что это как бы, ну, как бы не то, а вот как правильно ответить на такое, я не могу подобрать слова, может быть, вы могли бы подсказать? Дело в том, что мы все в одной лодке, и не то, чтобы, как бы, как вам сказать, вот, человек там пробивает дно у лодки, а мы такие говорим, ха-ха, вот, идиот, да, ты посмотри, что он творит, но мы в этой, в этой же лодке находимся, и поэтому это так естественно, что мы вообще-то, ну, как бы, с человеком ему что-то доносим. Сейчас дело в том, что столько всего в интернете, помимо нашей проповеди, есть столько проповедей, это просто, вот, просто приходит, знаете, когда ты открываешь интернет, всякая ерунда тут, то есть сваливается, как, и, например, одна женщина, очень известная психолог, просто именитая, и она говорит, самое худшее, что может сейчас произойти с людьми, если они задумаются о смысле жизни. Это самое худшее, сейчас не нужно думать об этом. Сейчас нужно, и другой психолог вообще, ну, такие рекомендации дает, просто уму непостижимы, уму непостижимы. И поэтому каждый человек, он действительно выберет то, что вот, ну, из всего того, что говорят, например, вот этот, ну, просто простите, я, это, конечно, сквернит нашу фирму, я должна просто сказать, что это доктор, известный очень, которого постоянно показывает, телевизор, он говорит, самое лучшее время, самое лучшее лекарство, это мастурбация. Ну, вот можете себе представить. Это просто вот, ну, до такой степени, и просто идиотизм какой-то. И вот, сейчас накапливаете, ваши задачи сейчас, собой заняться, своей семьей. И вот, это как, знаете, как сознание крыс каких-то, сознание, и поэтому наша задача с вами доносить, а кто что будет слушать, это в конце концов выбор другого человека. И потом, не мы контролируем это, не то, что я думаю, вот от моего слова что-то будет решаться. Нет, вообще это будет решать Господь. В конечном итоге. И это каждого отношения с Ним. Вот, поэтому мы не возвышаемся, не думаем, что мы тут какие-то носители знаний, но мы хорошие должны быть, почтальонные и санитары. Вот, то есть мы служим. И служим не людям, не обслуживаем людей, да. Мы служим Богу, помогая его семье. А люди, с каким бы они настроением ни были, они тоже из семьи Бога. Потому что если человек сумасшедший, мы его в конце концов не убиваем же. Мы над ним не издеваемся. Мы просто, ну, если у нас есть лекарства вот этого, мы можем убивать. Вот, поэтому, в конце концов, это наше, вот, наше сострадание. Поэтому свой компас не выключайте. Вы говорите, что, я не знаю, что сказать, а как в Библии говорится, открой рот, и я вложу в твои уста. Вот, если мы из ума думаем, чтоб я такое сказал, чтоб я такое сказал, вот, оно не будет работать. А вот если вы будете говорить, Господь, что ты хочешь, чтобы я сказал, я передам. Вот я открою рот, а ты вложи в мои уста. И вот, когда мы вот таким образом действуем, да, от себя тем не порем, да, то тогда оно вдруг рождается. А иногда не рождается. Если не рождается, мы просто можем, ну, как бы, человеческое сострадание включить. Если вот мы не можем пока это. Если не получается сострадание включить, тогда просто не мешаем. Тогда просто, может, зовем кого-то на помощь. Сейчас вот бывают, какие-то вопросы приходят, и я понимаю, я на этот вопрос не могу ответить. Я зову учителей. Пожалуйста, вот человеку, ко мне пришло вот такое письмо, но я не знаю, как бы он ему ответит. Ответьте вы, пожалуйста. И вот таким вот образом мы можем все вместе. И это не обязательно к учителям. Даже рядом тут друзья будут помочь. Вот. Поэтому сейчас вот так вот давайте объединяться. Хорошо? Спасибо большое. Спасибо большое за напоминание. Очень важно. Блин, до селика. Ари Кришна, дорогая Малик Мала Матаджи. Ари Кришна, до встречи. У меня такой вопрос. Нужно ли сейчас строить планы какие-то социальных проектов совместно с преданными и вообще там планы на дальнейшую жизнь, как бы на долгую перспективу? Или сейчас лучше переждать этот момент, посмотреть, когда мы выйдем, как все будет выглядеть вообще в социуме? И не напрягаться, лучше сейчас силы потратить там, как бы, больше на внутренние работы? Вы знаете, дело в том, что все проекты рождаются из отношений. И сейчас самое время строить эти отношения. Мы можем, вот мы сейчас с вами разговариваем, да, и я вам раскрываю свое сердце, вы мне рассказываете, что, как. И мы вот таким образом глубже знакомимся. И то, что сейчас происходит в мире, несомненно, оно влияет на нас. И поэтому сейчас самое время продолжать общаться, продолжать искать какие-то, ну, что говорят по этому учителя, что говорят священные писания. И это тонкое творение наших будущих проектов. И сейчас, как никогда, мы можем друг другу стать ближе. И вот, когда мы вместе, мы чувствуем, что мы вместе пережили это, а не то, что я отморозилась, а потом говорю, ну, давайте, шелла сам за проект. Это не будет работать. Поэтому сейчас вот становитесь ближе друг к другу, самое лучшее время для этого. Вот. Просто спросите, что я на расстоянии, чем бы я могла по детям быть полезна. Потому что, мне действительно, вчера это очень интересно. Например, у нас есть разумная мама проект, и его возглавляет, ну, как возглавляет, такая хранитель, скажем так, этого проекта, Ториниру Баланджари. У нее трое деток, и непростые детки. И вот вчера, представляете, она испекла торт сюда, а у нас, то есть Алма-Ата сейчас от Алматинской области огорожена, там блокпосты стоят, там эти, там, ну, чуть ли не танки стоят, там, то есть, ну, вообще, очень серьезно все. Вот. Устрашающе. А вторая нашла способ, как на скорой помощи передать нам сюда продукты и вот торт. Представляете, и когда вам вдруг машина привозит торт, вы можете себе представить вообще, какое у нас было чувство. Это вообще, это просто какое-то ликование, я не знаю, никогда вкуснее этого торта ничего не ела, да? Потому что я понимаю, что она там, она меня любит, она переживает, а вторая находит способы, как это доставить, вот. И вот, знаете, вот такие вот маленькие какие-то вещи, они могут сыграть колоссальную роль в том, чтобы мы могли потом сделать что-то серьезное, даже там совместное поселение или еще что-то. Вот эти вещи. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие, есть ли еще у кого-то вопросы, можно подключить? Янид, Хари Кришна, Малик Амала, это Лалидия Дайси из Торонто, раньше с Израиля. А, да, Хари Кришна, рада вас видеть. Вопросы, проповеди. Ну, вы заговорили о проекте «Разумная мама». Вот, может быть, этот вопрос немножко личный, как, и вы еще сказали, что как бы период сейчас матери и ребенка, это то, что мы как бы должно начаться. Вот моя ситуация, я знаю, что многие женщины матери-одиночки в данной ситуации оказались просто в ловушке. Ну, некоторые хотя бы не работают тяжело финансово. В моем случае я работаю из дому, ребенок, естественно, не учится, мальчик 8-9 лет, один ребенок, что это тоже проблема. Чем занять ребенка, когда просто нету даже времени на то, чтобы его занять, потому что это подрастающее поколение, ситуация карантина не закончится через месяц-два и даже, наверное, в школу в этом году еще неизвестно ли дети пойдут. Чем занять детей, когда они одни или когда их двое, когда их трое, чтобы наша жизнь тоже как-то продолжалась и их воспитание тоже продолжалось? Ага, я думаю, что вот сейчас у нас есть проекты такие подростковые и кто-то у нас читает книги, кто-то подростков сколотил, они друг с другом начали общаться. Очень интересно у них общение, периодически мы приглашаем учителей, чтобы им пищу для размышления давать. Поэтому там, правда, с 13 лет дети, вот, но я думаю, что надо делать для таких, как ваши дети. то есть это у нас есть, может быть, вам подключиться, я не знаю, в онлайн какие-то, наверняка есть такие проекты, я точно знаю, что есть. Я вам даже могу потом, Кишари Рани, есть такое читание, как его зовут, в общем, Киша Махарадж постоянно ссылку его открывает, отправляет, и там вот как раз для этого возраста дети, у них сейчас идет благотворительный проект, они там с волшебниками встречаются, им какие-то задания дают, то есть ребенка надо заинтересовать. Просто найдите очень много таких проектов онлайн, поищите, и если вы его подключите, у него будет интерес к этому, потому что там дети общаются, и вот у нас просто по старшим, но я думаю, что нам нужно и такие, для таких детей открывать, потому что если мы будем давать какие-то задания, там что-то нарисовать, что-то, и, например, какую-то пятиминутку физкультуру сделать, да, с ними какое-то смешное что-то такое, вот, но вы можете между собой тоже вот такое делать и помогать друг другу, потому что кто-то изнывает от безделья мужчины, если они начнут просто показывать, как, я не знаю, приметить шуруп какой-то или еще что-то, то есть вот, ну какие-то такие вот простые уроки для пацанов или для девочек что-то другое, но вот именно так адресно. Югананда, дорогой, ты же у нас такой очень интересный человек, ты мог бы тоже что-то такое для мальчишек сделать, как ты думаешь? Что, подумаю? Подумай, подумай, это просто вот даже, знаешь, если в течение дня ты будешь периодически включаться и говорить, а вот сейчас я делаю так-то, так-то, а у вас там что, да, но просто это нужно сейчас помогать друг другу, и сейчас самый единственный режим это онлайн, другого нет, вот просто загрузитесь и думайте все, как помогать друг другу, если мы вот так возьмем вот такую копилку кишори ранее, вот ты, например, собираешь вот сюда в зуб, учители, а возьми еще и вот потребности, вот сейчас Ларита говорит тебе свою потребность, да, и вот какие потребности, и посмотрите, какие у нас есть ресурсы для того, чтобы это сделать, вот, и что каждый может, ну, хотя бы чуть-чуть помочь, мне думается, это будет очень болеть. Да, потому что детям больше, мы взрослые, мы как-то еще можем сами с собой совладать, а детям не хватает очень общения, особенно с ровесниками, не на улицу выйти, то есть им это гораздо тяжелее переносится, это больше травма, так как я наблюдаю это. Да, фан, у нас позавчера была встреча с Патри Прабу, это он монах, и он живеселый, его многие знают, и Патри Прабу разговаривал с подростками, он им пел песни и рассказывал, боже, что творилось, эти подростки не могли успокоиться, я говорю, по-моему, самая сейчас такая будет удивительная профессия желанная для них, это монах, потому что они увидели, вау, это, оказывается, так интересно, они думали, что они там просто молятся, это, а это Шаолиня, это боевое искусство, а это то, а это все, он еще, оказывается, поет, но вот такой веселый, вот, и, конечно же, мама порой своему ребенку не может, она ему замылила глаза уже, и поэтому, если кто-то появится на экране, кому он будет интересен, даже вот из числа того, кто есть у вас здесь, да, и просто поговорить с ним, это будет очень здорово, вот, но такие проекты есть, поэтому поищите их. Маликамала, у нас знаменитая шутка у всех ваших студентов, что вы не думали на лекцию или на консультацию, а вышли с проекта, вот вы нам дали проект, нам дали проект, дорогие, я написала свой телефон, кто еще не знает, давайте объединяться и думать, чем занимать наших детей на каникулах, я знаю, что в русскоязычном интернете есть много информации, а у нас специфика, что наши дети англоязычные многие, поэтому мы можем объединиться и думать, чем на английском языке занимать детей, пишите мой телефон в чате. Да, это здорово, во-первых, смотрите, даже если кто-то с экрана, какая-то, я не знаю, какой-то дяденька, какая-то тетенька, вдруг говорит, там, я не знаю, например, там, я не знаю, как ваши детей зовут, но условно говоря, там, Максим, там, Макс, а я слышала о тебе, а мама рассказала какое-то, что ты вот такой-то, 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 мне даже про тебя, знаешь, что рассказывали, и он будет удивлен, потому что любой, любая личность очень, ну, всегда заинтересована, когда им интересуются, правда же, вот, и поэтому можете сто процентов помочь друг другу, меня улыбнуло, да, действительно, пришел, с вопросом, ушел с проектом, это нас, потом расскажете, как, я вот тоже с удовольствием присоединюсь, да, у меня с английским большая проблема, но сказать там, how are you, это я, конечно, смогу, что-то еще такое, но я думаю, у нас, у нас тоже в институте же многие есть, которые, и если будет говорить с Ирландией кто-то, или кто-то им скажет, там, я не знаю, из России, кто-то скажет нам, или, это тоже очень интересно, поэтому подключайте наших тоже туда, англоязычных всех туда подключать. Спасибо большое. Марина из Бостона тоже хочет задать вопрос. Харикришна, Марик Малу. Харикришна, Марина, очень рада вас видеть. Я вспоминаю, у нас что-то это было замечательно. Да. Замечательные советы. И, ну, продолжайте. Окей. У меня разного... Нужно чуть громче, пожалуйста, микрофон, чтобы плохо слышать. Да, вот так? Так лучше? Вот, и у нас моей старшей, ему, правда, 12. И, ну, я его, я сразу же извиняюсь, но я вот так и затолкала на семинар с Хакимовым. Вот, и он вообще был в жутком восторге, и ему очень-очень понравилось, за что я, конечно же, безумно благодарна, вот, потому что я чувствую, что мне тяжело ему проповедовать, вот, потому что, ну, как мама там, и все такое. Вот, а так, и он видел очень много ребят, и они хорошо так пообщались, он очень многословен, но он явно что-то воспринимает, особенно друзей, и все. где-то такой вопрос, а можно 12-летнего затолкать в группу 13-летних детей, и, ну, и вообще, где найти, ну, это первое, да, вопрос, а второй, ну, вот, как бы с этими, я понимаю, что мы перешли, там, на домашнее обучение, по большому счету, и некоторые школы, вообще на все, как-то так, ну, я рукава сделала, я знаю, потому что общественные школы, я слышала, они не дали, вообще там ничего не дали, ничего не делали, а вот, как в частных школах, так они как взяли, пока зарегала, там прям вообще уже с ума сходишь, вот, и мне получается тяжело, и муж тоже действительно переживает, а ребенок, вообще, по-моему, уже говорит, вообще ничего я не хочу делать, отстаньте от меня, я вообще никакую домашку делать не буду, вот, и надо где-то, как найти вот этот золотой баланс, чтобы вот и с ума не стоять, и все-таки поддерживать, ну, то, что школа кое-как требует, вот, спасибо. Ой, ну, конечно же, нужно, чтобы они обучались, потому что, если мы мышце не даем нагрузку, то она дряхлеет, и поэтому, конечно же, детскому разуму, такому бытливому, ему нужна нагрузка, иначе он будет тоже, ну, как бы, просто уходить в виртуальную реальность, и ничего хорошего не получится, потому что ему нужна твердая пища, которую бы, вот, он переваривал, которую бы он, ну, просто прилагал усилия к этому, поэтому, конечно же, нужно найти школу, вот, я даже подумала, что она, пожалуй, наверное, а у вас он на английском же учится, да? Правильно я понимаю? Да, он учится на английском, он по-русски совершенно спокойно. Да, ну, вот не знаю, может быть, я не знаю, можно ли попросить, Кешфей Рани, поговори с Махитхарой, можно ли, например, ребят, которые хорошо понимают по-русски, может быть, им их в качестве эксперимента на карантин подключать к занятиям нашей школы «Живая Вселенная», то есть мы открыли школу, они сейчас онлайн-обучение проводят, я не знаю, насколько это возможно, и для, я думаю, для ребят может быть такое, что вот наш американский друг, и чтобы они почувствовали этот класс, я сама сегодня здесь не поговорю, возможно ли такое сделать, вот, и для него, может быть, такое будет, хотя программа, наверное, разная, да, может быть, сложно будет воспринимать, но в качестве эксперимента как минимум он увидит, что другие дети изучают, что, оказывается, вот его сверстники вот так учат, хотя бы один раз в гости зайти вот посмотреть, такое, мне думается, будет такой полезный эксперимент, вот, и я думаю, в интернете много каких-то интересных уроков, но вам, как родителю, предстоит с ним интересно разбирать, потому что родитель не может на кого-то перепихнуть ребенка, все равно это ответственность ваша, поэтому учиться, вот даже просто самой зайти на урок и посмотреть, а как это вообще происходит, а как объясняют детям, и есть очень много онлайн-режимов и уроков, посмотрите лекции ПААТы, начните ему рассказывать, вот как ПААТа мы нашли, или рассказывали, ну, можно найти, просто задайтесь целью, потому что сами для себя возьмите, что твердая пища моему ребенку нужна, не просто, чтобы он мне не мешал, а ему нужно и развитие, потому что в определенный момент у ребенка закрываются центры те или иные, например, сейчас идет развитие речи, да, а в 11 лет это способность закрывается. Так, это я пропала, или меня слышно? Ага, да, и вот, да, вот, вот, то есть, очень важно, очень важно вовремя все делать, вот, поэтому детство это такой период, когда мы должны достаточно много качать мышцы разные, это и письменно-речевая деятельность, начните ему читать какую-то интересную книгу, и пусть он какую-то это запишет, потому что о письменной речевой деятельности очень сильно разумеется, вот, пусть он что-то интересное для себя, ну, как-то занимать его, просто знайте, что это вот такая вот ваша серьезная ответственность, не просто, чтобы он был сыт, а будто нет, вот, и, ну, чтобы ему комфорт создать какой-то, а родителям очень важно понимать, что напряжение родителей тоже должны быть. Хорошо, спасибо. Так, а вот это, можно про школу спросить, это школа на каком, она, ну, вот для тинейджеров, вы сказали, да, от 13, и старше детей, да? Это школа, это разум тинц проект разумной подростки, да, это нужно связаться с Фраджа Малик и Ширанин, да, потом координаты, и поговорить с ней, чтобы она с ребенком поговорила и индивидуально, персонально подошла, потому что 12 лет, 12 лет, 13 лет, это, есть в 13 ничего не соображают, есть в 9 уже все соображают, поэтому нужно персонально как-то да, я тогда вчера не поговорю, спасибо большое, спасибо, спасибо большое, Татьяна, вы руку поднимали, алло, да, 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 я извиняюсь, у меня не работает камера, потому что я с телефона, очень рада слышать вашу лекцию, Марик Мал, очень, как бы, большой, а слышно меня, да? Да, слышно, Татьяна, и меня зовут Арина Читания, там необычная, вот, и кто-то сказал, что зашли послушать лекцию к готовому проекту, абсолютно, как бы, хочу поддержать, что наши дети нуждаются сейчас в чем-то, и если, вот, Кишори Рани возьмет организовать деток и родителей, которым нужны какие-то занятия, я преподаю онлайн русский язык, литературу и рисование, я бы могла какие-то часы выделить на то, чтобы поволонтерить и развлечь наших с вами детей, деток преданных, как бы, чтобы родители не сходили с ума, а вот эта мышца, которую нужно тренировать, всегда тренировалась. Ну, вот видите, прямо вот на глазах, похоже, я для этого пришла. Отклик, я думаю, ну, я же это делаю в качестве работы, почему я не могу сделать это в качестве подарка для детей преданных? Близкие люди, ближе акция в действии, спасибо огромное. Да, и у меня, знаете, Малик Мал, я вчера буквально про вас думала, мне нужен очень совет, это личный вопрос, как с вами можно связаться? Я так сегодня, видимо, знаменательный такой знак, что вы сегодня в эфире, потому что я только вчера про вас думала, думаю, наверное, мне стоит к Малике Мале обратиться за советом. Ага. Ну, Киширяне, у вас мой телефон, и если я смогу быть как-то полезной, я... Ага. Хорошо. То есть Киширяне пришлют? Да. Да, хорошо, спасибо большое. Еще один вопрос, и уже обмен это, потому что у меня надо собираться уже на лекарство, хорошо? Спасибо. Пожалуйста. Дорогие, ну что, последний вопрос? Катя, вы руку подняли? Вы хотите задать вопрос? Маленько-мало, мои поклоны, я не хочу задавать вопрос, я вас хочу поблагодарить за встречу, и не только за эту, за все лекции, которые я слышала по науке взаимоотношений в течение этого года, потому что я сейчас учусь в институте. Вау! Единственная... Я единственная североамериканская студентка, и мне очень хочется, чтобы на следующий год нас было больше из Северной Америки, вот, и меня к вам огромное благодарное сердце, потому что, когда вы приехали к нам в Чикаго и рассказали о ваших проектах, и я сразу пошла в родительский университет, и потом в институт, это самые лучшие вещи, которые я делала, сделала в своей жизни. И я невероятно удачлива, что вот это трудное время сейчас я прохожу, будучи в институте, и все знания, которые я получила вот за это время, они мне невероятно помогают оставаться спокойной, умиротворенной, и как бы распространять такую атмосферу на всех своих знакомых и друзей. Вот, низкий-низкий вам поклон. Ой, спасибо вам большое. Это вот я думаю, как бы рассказать о наших проектах. Вот вы рассказали и пригласили, и я действительно очень хотела бы всех вас видеть. У меня есть такое, ну как я всегда говорю, давайте развивать вечное отношение. Не просто вот зайти в вебинар какой-то или еще что-то. И наши студенты, они видят, как мы живем изо дня в день. И тогда появляется вот это сообщество. И очень хочется, чтобы в Северной Америке тоже появилось вот такое сообщество. Я думаю, вот тогда и служения, и всего будет очень много. И интереса будет больше, действительно. Спасибо вам огромное. Я считаю своим долгом вот всем рассказывать про ваши проекты. И если кто-то здесь еще не знает, пожалуйста, приходите в проекты, в институт. И есть очень много разных других проектов. Вы не пожалеете. Это даст вам невероятные знания, невероятные трансформации. Спасибо. Спасибо вам большое. Ну что, мы подводим итоги. Вот уже начали подводить итоги. Буквально по одному-два слова, что было для вас ценного и с чем вы уходите, чтобы я понимала, о чем была наша встреча. Я ухожу с проектом. Ну да, я очень люблю, когда ты еще один проект берешь. Спасибо. А еще кто с ним уходит? Ну ладно, не буду я вас мучить. В конце концов, с чем-то вы уходите. Маликамала, спасибо большое за лекцию. Спасибо большое. Спасибо большое, Маликамала. Спасибо большое. Такие красивые все. Спасибо. Включайте себя. Прекрасно, дорогая Маликамала. Пожалуйста, принесите наше внимание. Как вам? Спасибо. 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 Я очень надеюсь, что мы станем с вами еще ближе. Спасибо вам большое. Буду дальше слать вам какие-то кусочки лекции. А, кстати, у нас, знаете, в воскресенье, я не знаю, насколько это вам удобно, в 5 часов вечера по Алма-Ате. Нет, наверное, вы спать еще будете. Но запись все равно сохранится в моем инстаграме. Будет лекция Александра Геннадьевича Хакимова по тому, как в духовной жизни жить мужу и жене, как вообще семейных отношений. Это все. В конце концов, не в прямом эфире, так записи посмотрите, друзей своих включайте. Всего доброго. Выхожу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова